Здравствуйте! Еще хочу рассказать два случая из времен моей молодости, далекой. И в этих случаях будут фигурировать девушки. Оба случая не очень симпатичные, поэтому кому неприятно, лучше и не слушать. Первый случай был такой. Как-то поздно вечером возвращался я домой, подходил уже к своему двору, к своему двору, где я жил раньше, и вижу буквально там на входе, там такой типа заезда был какой-то, две девушки. И вроде бы как шумят, кричат, матерятся, дерутся. Дерутся, там слышу удары, слышится и так далее, и тому подобное. Ну я подошел, подхожу, думаю, сейчас надо разобраться, что здесь происходит. Но я был человек внимательный, и эта история, ну как бы не редкость, когда были провокации разные, подставы, как сейчас говорят, и девушки в этом часто участвовали тоже. И я к ним-то, когда подошел, сразу раз присмотрелся, смотрю, а дерутся-то они не по-настоящему, шумят, кричат и так дальше. Увидели меня, естественно, все это активизировали еще больше, шум, гамм, стоит до потолка. Но я посмотрел, посмотрел, вижу, они придуриваются. Ну придуриваются-то мягко сказано, они готовили подставу. Ну я так спокойно подошел, говорю, ну интересно на вас смотреть, давайте, говорю, давайте, говорю, хорошая игра, артистки, говорю, все, у вас хорошо получается. Они видят, что со мной каши не сваришь. И раз тогда закричали там кому-то, смотрю, уже парни какие-то подходят, думают не так, так это меня немножко как-то прищучить. И ко мне парни подходят. А я уже буквально на границе своего двора. Я вижу там во дворе ребята тоже наши стоят, что-то там разговариваю, человека два-три. Я ребятам так шуму, ребята, ну-ка идите сюда, тут что-то вот ребята тоже хотят поговорить. Те видят, что ко мне подходят. Тоже мои дружки-то сразу раз-раз-раз-раз. И девки бегом. Я говорю, ну-ка, постойте, давайте все-таки поговорим. Те, смотрю, бегом и убежали. На том их провокация и кончилась. А если бы, в общем-то, это не пресечь, то вполне можно было бы подвергнуться ограблению или какой-нибудь еще провокации. Вот такой был случай. И второй случай, ну, совсем неприятный. Не хотел рассказывать, но все-таки расскажу очень коротко. В то время я занимался бегом. То есть каждый день я бегал определенное расстояние. Утром это было, ну, в 6 утра, допустим, я выхожу из дома, делаю пробежку и потом иду на работу. Я уже тогда работал, мне было лет уже 20, наверное, с лишним, с небольшим. И вот я бегу, и вот смотрю на аллее. Лежит прямо посреди аллеи девушка. Молодая, симпатичная девушка, вроде бы нормально одета. Лежит себе, лежит в 6 утра. Ну, я подбегаю, думаю, может, что-то плохо там и так дальше. Смотрю, может быть, мертвая, не дай бог. Подбежал, смотрю, нет, живая дышит. Ну, я немножечко ее как-то пошевелить, плохо, может быть, еле, всякое бывает. И тут она повернулась, приоткрыла глаза. Такой мат перемат на меня, такой перегар на меня. Пошел отсюда, ты что тут это самое? Я говорю, да ты, говорю, встань. Ну, вижу, что пьяная в 6 утра, дым. Говорю, отойди хоть на скамейку, ляжь, ну, прямо на асфальте лежать. Хотя дело было летом, но это не очень хорошо. Короче, она начала отбиваться. Ну, в смысле, не то, что отбиваться. Я, конечно, сильно не приставал на меня отпихивать. И так дальше я посмотрел, посмотрел. Ну, а что сделаешь? Ну, думаю, делать нечего. Ну, пусть лежит. Что сделаешь? Начнешь к ней меры какие-то принимать еще, ну, как бы, еще неприятно с ней наживешь. А дело было теплое, летом, думаю, ничего страшного с ней особенного не произойдет. Ну, и просто она уже снова тут же мгновенно уснула. Ну, я попросту поправил на ней, извиняюсь, платье, чтобы оно было так более или менее прилично. Одежду чуть-чуть на ней поправил и побежал дальше. Вот такой был случай. Прошло много лет, до сих пор вспоминаю эту картину. И что можно сказать? Это было всегда. Ну, особенно мерзко вот такие ситуации смотрятся, когда в нем участвуют девушки. Так что пожелаю молодежи этого не допускать. Можно, конечно, по-разному праздновать, но чтобы такого желательно не было. И третий случай, ну, может быть, не очень хороший для меня, но, тем не менее, есть элементы в нем забавного. Я как-то упоминал, что когда я как раз учился уже в десятом, по-моему, классе, то есть я тоже попал в переделку, в серьезную драку. Ну, драку это назвать было сложно, то есть меня встретили трое парней. И получилось так, что я как дошел, подошел ко мне сначала один, а потом второй как-то, а третий вообще позже подошел. И я с первыми завязал разговор. Ну, разговор банальный. Типа, ты че тут это? Это они постарше, по-моему, были. А мне было лет 15. Типа, давай деньги. Я даже толком сказать ничего не успел. Ну, я, конечно, не обычно не даю никому денег. Тем более, я уже был на подходе к дому. Практически уже вошел в свой двор. И вот разговор завязался. Типа, давай деньги. Я что-то начал говорить. Еще ничего не происходило. А третий, он был сзади и сбоку. И он сзади как меня треснул чем-то. Да чем-то таким, что я сразу был оглушен очень сильно. Я подозреваю, что это был кастет. Ну, через шапку, конечно, ничего такого страшного не произошло. Ну, короче, меня выключил он сразу. Но потом кастет не нашли. Его к делу никак не приписали. Но, тем не менее, этих ребят посадили. Им дали серьезные сроки. Это отдельный разговор. И вот, когда они меня оглушили, ну, начали, говоря, по-простому избивать. И тут проходили мимо, ну, обыкновенные два, по-моему, их было. Парня, ну, постарше. Ну, можно сказать, что мужики тогда для нас они были. Ну, что им было тогда? Тоже лет по 20, по 25, может быть. В сущности, молодые тоже ребята. И они проходили мимо, шли с работы. И они увидели, что там трое одного бьют. А я уже упал к тому времени. И вот они, а вы что тут это? Ну-ка, туда-сюда, давай с ними разбираться. Что тут происходит? А те поняли, что дело плохо-то? Вот эти трое, которые на меня напали. И бегом убегать. Эти ребята на том не остановились. Да нет, говорят, вы теперь уже так просто не уйдете. И за ними погнались. И догнали. Если бы они их не догнали, тогда никакого наказания никто бы не получил. А так, они их догнали. Ну, они были шустрые. И тоже даже начали сопротивляться. Ну, их было трое. А этих, по-моему, ушли с работы мужики, было двое. Но тут произошел вот тот самый забавный случай. Один из этих двоих, он купил бутылку вина в магазине. Как раз рядом там магазин. И он, когда начал преследование, он эту бутылку, конечно, не бросил. Он ее там нес в сетке в какой-то или в чем-то там. И вот догоняя этих ребят, ну, видит, что не может уже догнать, не может уже тело скользать. Он берет эту бутылку, этой бутылкой, ну, грубо говоря, применил ее для остановки вот этих вот убегающих. И в одного он попал. И тот споткнулся, и тот он его уже накрыл, скрутил. А двое убежали. И одного они задержали. Вот таким образом. То есть он бутылку бросил и там, короче, сбил с ног вот этого нападавшего одного. И благодаря этому он, конечно, сразу вложил своих товарищей. И такие шавки-то они друг за другом не держатся. Он сразу немедленно сказал, кто еще там был и так дальше. Их арестовали сразу. Меня в больницу. Ну, и так дальше дело пошло на раскрутку. И вот при этой операции задержание, вот эта бутылка, которая была брошена, она разбилась. Ну, я как-то тогда, мне было не до этого. Но когда прошло время, мне очень хотелось найти бы этих ребят и купить бы им не бутылку вина, а целый ящик вина. Чтобы они как-то, ну, я не знаю, отметили это дело, что не остались равнодушными и помогли мне. Ну, может быть, не выручили. Ну, во всяком случае, помогли поймать вот этих бандитов. А может быть, мне бы и больше досталось, если бы не вмешались вот эти проходящие мимо два парня. Они же работали на заводе, шли из завода, обыкновенные работяги. И вот они мне очень сильно помогли. И так я эту бутылку вина не компенсировал. Ну, теперь прошло уже, я не знаю, практически около 50 лет. Сейчас уже сделать это невозможно. Сейчас я очень жалею. Действительно, парни проявили себя по-настоящему. То есть, они заступились, их было двое. И вот они смогли не только предотвратить дальнейшее избиение, но еще задержали одного бандита. И, короче, они и получили на всю катушку. Вот такая была история. Немножко забавная. Пострадала бутылка вина, а я так ее и не вернул. К сожалению. Ну, делать нечего, бывает всякое. Все равно им большое спасибо. В конце пожелаю всем всего самого доброго. До свидания.